Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга и мы с вами прочитаем 12 главу Евангелия от Иоанна. 12 глава начинает собой описание последней недели земной жизни Иисуса Христа и точно так же, как первая неделя, описанная Евангелистом Иоанном подробно день за днем, точно так же последняя неделя его земной жизни описывается во всех подробностях и каждая деталь имеет свое символическое значение и очень важно прочитать смысл каждого знака, который дает нам Евангелист Иоанн. За шесть дней до последней Пасхи Христос приходит в Вифанию, где устраивается пир по случаю воскрешения Лазаря. И мы видим двух сестер, Марию и Марфу. Марфа, как обычно, служит и подает к столу. Мария возлежит у ног Иисуса Христа. И она совершает жест, который останется в памяти всех последующих поколений. Она достает сосуд с драгоценным нардовым миром. И Евангелист подчеркивает, что это чистый нард, драгоценный, то есть тот нард, который достоин веры. Поэтому это больше, чем просто масло, больше, чем бальзам. На Востоке елей – это еще и знак какой-то духовной реальности. И этот нард своим благоуханием наполняет всю комнату, весь дом. И для верующих людей это, конечно, образ того, что апостол Павел говорит, что мы, верующие, и наша вера, есть благоухание. Благоухание для Бога. Она совершает какой-то внешний жест, но Евангелист Иоанн говорит нам о том, что он имеет другое пророческое значение. В действительности этот нард Мария приготовила для погребения. Но она не сможет принести ко гробу эти благовония, потому что их принесет Иосиф. При внимательном чтении мы также увидим, что тот жест, который совершит Иисус Христос за Тайной вечерей в следующей главе, в действительности повторяет то, что совершила сегодня Мария. Это жест любви. Например, в Ветхом Завете есть эпизод, когда Иосиф признается в любви своей египетской жене, и как знак этой любви он говорит «давай, я омою тебе ноги, ты омоешь их мне», и это будет знаком любви и завета между нами. Поэтому тот жест, который совершает Мария, это не просто жест гостеприимства, но чего-то гораздо большего. И истинное его значение мы поймем лишь позже. Распущенные волосы Марии в этот момент тоже некий знак, потому что на Востоке каждый знает, что распущенные волосы невесты – это неотъемлемый знак любого свадебного пиршества. Это тоже знак завета. Отныне Мария себя связывает с Учителем навсегда, она посвящает себя Ему, становится Его ученицей. И вот на фоне этой бескорыстной и щедрой любви, которая благоухает нардом и наполняет все помещение атмосферой праздника, каким-то чудовищным контрастом звучат слова Иуда. Мы слышим его голос, и мы понимаем, что за расчетливостью Иуды в действительности стоит нечто гораздо худшее, чем то, что мы можем себе представить. Нам кажется, что он просто рачительный хозяин и расчетливый человек, он знает цену всему, он точно оценивает, за какие деньги можно продать этот нард. Для него это просто товар, продукт. Но то, что является знаком любви, то, что является знаком жизни, в действительности не подлежит ни продаже, ни покупке. Оно лишь может приниматься как высший дар, как бесценный дар с благодарностью. Точно так же, как в «Песне песни» говорится о том, что если кто бы за любовь и отдал все богатства своего дома, он будет отвергнут с презрением. Поэтому конфликт между Иудой и Марией здесь обнажает некий суд и некую тайну и отношение к жизни. Жизнь – это дар, и в этом смысле она бесценная ценность. Проблема Иуды в том, что он все измеряет деньгами и какой-то практической выгодой. И поэтому евангелист добавляет, Иуда в действительности был вор, и за его расчетливостью стоит готовность совершить некое нечестие и несправедливость, потому что его с учителем не соединяет ничего. Вечеря Вифании заканчивается сообщением о том, что многие из иудеев узнали о том, что Иисус пришел в Вифанию и приходят туда, но уже не только для того, чтобы видеть Иисуса, но и видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. И на этой ноте ликования, праздника, приближающейся Пасхи, завершается этот эпизод. На следующий день Иисус отправляется в Иерусалим для того, чтобы участвовать в празднестве. И евангелист сообщает нам о том, что навстречу ему выходят толпы народа, которые узнали о том, что Иисус входит в Иерусалим. Это люди, которые слышали о воскрешении Лазаря, и вся эта обстановка праздника, атмосфера чудес разжигает в них нистовый энтузиазм. Они восклицают «Асанна! Асанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Мы слышим слово «Асанна», которое является однокоренным словом с именем Иисус, и оно означает «спасает». В действительности это возглас «спаси нас!». Они видят перед собой Мессию, то есть политического царя, который входит в свою столицу, в свой престольный город, и отныне будет установлено новое царство. Они его принимают как царя Израилева. Но по контрасту мы видим, что Иисус подает совершенно другие знаки. Он не хочет быть политическим царем. И поэтому он входит в город на осленке. И евангелист нам дает понять, что это означает. И дальше следуют цитаты из двух пророков – пророчества Захарии и пророчества Сафонии. И в каждом из них по-своему открывается тайна царства Мессии, который будет смиренным царем, это будет царь мира, это не будет император, который войдет на боевом коне для того, чтобы покорить город и силой добиться власти. Нет, это будет праведный, кроткий царь, который возвещает мир, царь, который будет в действительности знаком того, что Господь остается среди своего народа, приходит к тем, кто остался для того, чтобы спасти всех, кто уповает на имя Бога. И это царство мира, это царство смирения, парадоксальное царство мы увидим в последующих эпизодах, когда Пилат повелит прибить ко кресту табличку, на которой будет написано «Иисус на заре и царь иудейский», когда Пилат выведет Христа перед толпой и скажет «Вот царь ваш». И в этом эпизоде также следует упоминание о том, что фарисеи начинают беспокоиться, потому что весь мир идет за ним. И для Иоанна это тоже очень тонкое указание на том, что в действительности масштабы царства Христа переходят через границы иудейского царства. Это некое вселенское царство, это царь мира. Именно в значении, что это царь всех людей. И первый знак этого царства мы видим в следующем эпизоде, потому что приходят некие эллины для того, чтобы увидеть Христа. Кто эти эллины остается загадкой. Это могут быть иудеи, которые живут в рассеянии, в диаспоре и приходят на праздник Пасхи в Иерусалим. Это могут быть этнические греки, которые симпатизируют мессианским чаянием израильского народа и тоже приходят в этот день на Пасху. Как бы то ни было, это люди чужие, люди странные, внешние. Для жителей Иерусалима это иностранцы. И сам по себе приход иностранцев, овец из чужого двора ко Христу, к доброму пастырю, служит пророческим знаком о том, что приближается час. В этом эпизоде мы видим опять апостолов Андрея и Филиппа, как в эпизоде умножения хлебов. Они сами носят греческие имена, что необычно для окружения Иисуса Христа. И поэтому они служат посредниками с этими внешними языческими людьми. Овцы из чужого двора приходят к доброму пастырю, и это знак того, что для доброго пастыря наступает час. Приближается момент, когда он должен умереть, то есть отдать свою жизнь за своих овец. И его смерть будет не просто смертью, но будет одновременно и воскресением, потому что этому пастырю надлежит собрать воедино рассеянных чад Божиих. И в ответе, который дает Иисус Христос на ожидание эллинов, мы видим главные черты этого нового царства и его смерти. Прежде всего, Христос говорит о том, что он умирает для того, чтобы его смерть стала источником жизни. Это очень парадоксально. Христос умирает не просто какой-то смертью, а потом возвращается к жизни. Сама его смерть будет смертью, содержащей в себе воскресенье, силу воскресенья. И он прибегает к образу пшеничного зерна, который очень хорошо понятен грекам в силу их почитания матери земли и пшеничных колосьев. И он употребляет слова, которые мы сегодня видим на могиле Федора Михайловича Достоевского, пророчество о пшеничном зерне. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, то есть останется просто погибшим пшеничным зерном, а если умрет, то принесет много плода. То есть умершее зерно превратится в плодоносный колос. И этот образ служит иллюстрацией истины о том, что тот, кто любит душу свою, ее в действительности погубит. Тот, кто любит себя и хочет сохранить свою жизнь ради самого себя, в действительности уже теряет, и его смерть будет бесплодной. Но тот, кто ненавидит душу свою, то есть в действительности готов отдать свою жизнь для чего-то большего, имеет жизнь вечную. И здесь мы видим, в языке Иоанна Богослова противопоставляется жизнь этого века, биологическая жизнь, и та жизнь, которую он называет вечной. К сожалению, в нашем бытовом языке слово «вечная жизнь» связано с покойниками. И очень часто мы не догадываемся о том, что за этим стоит какой-то совершенно другой смысл. То, что называется эсхатологическим смыслом, потому что для Иоанна наша земная жизнь, наша биологическая жизнь есть умирание, и поэтому это синоним смерти. Но по ту сторону этой биологической жизни есть жизнь с большой буквы, которую он называет вечной жизнью, но в действительности это жизнь духа, это божественная жизнь, и поэтому это полная новая жизнь, которая не будет иметь конца. И так здесь заявлена эта тема «вечная жизнь», которая будет возвращаться затем в последующих словах Христа. Другой пророческий знак этой смерти – это не будет просто блаженная кончина, это будет агония. Тень приближающихся страстей для самого Христа становится источником величайшей тоски и смятения. И евангелист вкладывает в уста Христа признание о том, что душа его смутилась. В Евангелии от Иоанна мы не находим описания гефсиманской молитвы, но все то, что затем следует в этой главе, нас погружает именно в обстановку гефсиманского борения, и мы видим те же самые символы. «Душа моя теперь возмутилась, смутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Те же самые слова практически мы слышим в гефсимане. «Душа моя скорбит смертельно». И раздается голос неба. Мы слышим комментарии присутствующих, потому что те, кто на происходящее смотрит извне, в действительности не понимают, что происходит. Одни говорят, что это гром, другие, может быть, более открытые к вере, думают, что это ангел. Но Христос открывает смысл этого голоса. «Не для меня был голос сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Опять мы возвращаемся к ключевой теме, которая литмотивом проходит сквозь все Евангелие от Иоанна. Все Евангелие от Иоанна структурировано как описание некоего судебного процесса. Это кризис. Слово «кризис» и означает «суд», некое разбирательство, в результате которого обнажится истина. И вот сейчас наступает этот час, когда истина явит Себя миру. И Христос повторяет слова, которые возвращают нас к эпизоду ночной беседы с Никодимом. Возникает тень креста. «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Все говорил он, давай разуметь, какой смертью он умрет. Крест в действительности будет моментом величайшей славы. Внешне это будет выглядеть как позор. Но поскольку сама смерть Христа есть воскресение, и он добровольно отдает свою жизнь Отцу, это будет моментом триумфа, моментом его царской интренизации. Но люди, которые стоят в этот момент рядом со Христом, не понимают ничего происходящего и задают с недоумением вопросы о том, кто же Мессия, потому что Сыну Человеческому, земному Царю, который пришел установить Царство Справедливости на этой земле, надлежит оставаться на этой земле до конца. Как же ты говоришь, что Царь будет вознесен на небо? Мы видим, что между Христом и окружающими Его людьми возникает стена непонимания и вражды. И Христос обнажает причину этого неверия. Дальше он цитирует слова пророка Исаии, в которых говорит о том, что в действительности само это неверие и эта слепота тоже пророческий знак, потому что именно так и надлежало совершиться откровению истины. И настоящая причина состоит в том, что его оппоненты возлюбили славу человеческую больше, нежели славу Божию. Каждый раз, когда мы оглядываемся на мнения окружающих и готовы пожертвовать голосом своей совести, пожертвовать славу Божию, то есть истинной, которую провозглашает Бог и то, каким Он видит происходящее вокруг нас, в угоду человеческому мнению, мы поступаем точно так же. И завершается 12 глава увещеванием к бодрствованию. Иисус говорит, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Опять же мы возвращаемся к этому ключевому литмотиву. Тема света проходит через все Евангелие, как и тема суда, тема тьмы. И в конце мы слышим имя Отца, потому что в действительности тот свет, который Христос приносит в мир, есть сияние Отца. И заповедь, которая принесена Христом, есть жизнь вечная. «И так, что я говорю, говорю вам, как сказал мне Отец. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная». Опять же, глава заканчивается темой вечной жизни. И это очень напоминает последние слова Моисея. Книга Второзакония тоже завершается словами о том, что книга закона, которая вручается народу, станет свидетельством против него на суде. Но для вас это не пустое. Это жизнь ваша. На портале Экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сазаненко из Санкт-Петербурга. Время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Т�евкин Туфу Продолжение следует...